Финансовый рынок самое простое и доступное, что есть в сфере трейдинга. Всем привет, на связи с Moocofx и ребята, в этом видео я хочу вам показать пример, как я могу взять любую валютную пару, использовать дополнительные инструменты для аналитики, проанализировать, зайти в рынок и вытащить отсюда монету. Объясню вам все по пунктам очень подробно, просто посыл этого видоса в том, чтобы вы поняли, что на финансовом рынке реально заработать. В начале видоса поднавалите сюда лайкосиков, обязательно уже в этот четверг будет победитель на 10 тысяч рублей за отзыв о том, что вы используете в своей торговле, уже около тысячи людей написали, что это технический анализ. Меня это не может не радовать, поэтому вы все огромные молодцы. Итак, смотрим, я добавляю объем на график, потому что без объема, как говорится, не бывает нормального анализа. Дальше захожу в свои же дополнительные индикаторы, добавляю кластер обязательно на график. Дальше добавим сюда, чтобы соотношение внутри свечи мне отображало. Давайте посмотрим. Внутри свечи соотношение есть, smokefx-cluster. С это я вам показываю, как я реально анализирую, делаю настройку графика. Ставлю смещение, чтобы моя свечка отображалась с правой стороны. Вот теперь уже ближе к истине. Теперь еще добавлю smokefx. Давайте добавим уровни, levels. Отображение уровней на графике тоже лишним не бывает. И вот теперь мой график готов полноценно к тому, чтобы я взял и просто разобрался, в какую сторону мне осуществлять вход. Но и на этом я не остановлюсь. Я хочу точно быть уверенным, что у меня все будет чики-пуки. Короче, все будет хорошо. Поэтому евро-бакс, я хочу посмотреть сводку. Рекомендую взять другую пару. А я не согласен. Я хочу по евро-баксу. Смотрим на одну минуту. Вход на повышение. Смотрим тогда евро-доллар. Что у нас на 15 минут. Тоже не рекомендуют. Поэтому раз у нас только на одну минуту указывает вход на повышение. А здесь я с вами прекрасно, ребята, вижу, что внутри присутствует объем на покупку. То это вход на повышение. Но это будет чисто скальпинг. То есть смотри, что я делаю. Евро-доллар. 64%. Вход на 2 минуты на повышение. Объясняю почему. Ну, во-первых, здесь у меня была полная аналитика на одну минуту, что вход на повышение. Все отлично. Но на одну минуту. То есть это скальпирование. Скальпирование я особо не приветствую. Я больше отношусь к торговле на 5 минут, если мы говорим про бинарные опционы. Дальше. Я сразу же вам сказал, что внутри свечи у меня присутствует объем. Объем на покупку. Вот в этой части он у нас отображается. Причем отлично. Просто отображается. Область сопротивления. Такая, чтобы она была ликвидная. Она находится у нас повыше. Видим, где мой индикатор ее отображает. То есть вот к этой области потенциально может стремиться моя цена. Начиная от этого минимума. Ну, в общем, как-то так. Вот такой вот разбор получился. Ну, что, было сложно, ребят? Ну, по-моему, нет. Дополнительные инструменты дают нам понимание о том, в какой же промежуток нам входить в рынок. Вот, в принципе, какой момент для входа выбрать оптимальный. И в то же время SmokeFX Helper дал мне понять, что на 5 минут возможно будет происходить откатное движение на завершение этой 5 минутки. Поэтому вход чисто вот по скальпингу на 2 минуты. Обычно я такого не делаю. Только в редких случаях. Вот как в этом, например. Что на 5 и на 15 минут, он сказал, лучше не рассматривать. На 1 минуту все указывает на повышение. В общем и целом мы это, конечно же, округляем до 2 минут. Вход на повышение. Вот у нас остается 20 с копейками секунд. Смотрим, сопровождаем. Опять же, я руководствуюсь техническим анализом. Не какой-то шляпой. Здесь у меня отображаются объемы, области поддержки и сопротивления. И видим, какой рывок вверх у меня происходит. Вау, надо же, надо же получить было такой рывок. Как раз, особенно в эти 2 минуты, хорошее движение вверх. И я здесь ловлю плюс. Как вам такой анализ? Вот так вот работает технический анализ и понимание того, как использовать дополнительные инструменты для анализа. Ребят, как их использовать? Следующим образом. Ну, давайте еще что-то посмотрим, чтобы видос этот был не просто такой коротенький. Давайте посмотрим вот здесь. Видим с вами, что цена находится уже у области. Эта область также не отображается у меня индикатором. То есть, объем здесь в любом случае присутствует. Но индикатор по своей формуле, по расчетам, считает ее как локальной. Что пробитие этой локальной области, оно может произойти. Давайте посмотрим по еврокаду. Евро, евро, еврокад. Посмотрим на 5 минут. На повышение. Посмотрим еврокад. Что у нас на 1 минуту? Здесь тоже на повышение. Ну, давайте уже на 15 минут смотреть. А на 15 минут уже непонятно. То есть, в долгосрок здесь может произойти откатное движение. Ну, давайте на еврокад с вами прыгнем. Валютная пара евроканадец. Что у нас здесь? Ну, давайте на 2 минуты тоже откроемся на повышение. Чисто по скальперскому методу. Скальпируем с вами рынок. Находим скопление объема внутри свечей. Объясняю, почему здесь был вход на повышение. Видим, что до этого у нас присутствовал крупный объем вот в этом движении. То есть, у меня здесь зарождался этот потенциал на повышение. Внутри скопился объем на покупку. Происходит рывок на повышение. То есть, цена стремится к тому, чтобы пробить эту локальную область сопротивления. Пробить, ретест и снова движение вверх уже вот к этой области где-то. Объясняю быстро. Не заостряю внимание, знаешь, на супер каких-то мелочах. Опять же, в этом видосе посыл простой. Что проанализировать, заработать на финансовом рынке можно. Это вам не криптовалютный рынок, где любая из бирж может взять и заскамиться. Вы сами можете почитать в интернете, какое количество... Ну, я не знаю, как я пытаюсь сейчас подобрать нематерное слово, синоним. Ну, в общем, какое количество там встречается, скажем так, обмана. Обмана именно в криптовалютном всем этом сообществе. Ну, это просто капец. Кто смотрел, кстати, YouTube там каких-то блогеров. Помните, раньше было очень много ютуберов-каперов. Они снимали, блин, крутые тачки. Все у них круто. Ребята, занимаемся ставками. Там ставки на спорт. Я не знаю, я в своей жизни ни разу не делал ни одну ставку на спортивное событие. Но как-то меня это обошло стороной. Но на YouTube их была тьма. Так вот, сейчас все эти каперы, они уже криптотрейдеры. Прикиньте, либо криптоинвесторы. Ну, в общем, связанное с криптом. Вот что-то крипто вообще 100% там должно присутствовать. То есть, крипта, это, знаешь, такое место для размножения, для скама. Ну, фу, ну, короче, ни о чем вообще. Ни о чем. Так, ни о чем, ни о чем. Но Еврокат мы снова получаем плюс. Снова просто скальпинг. Мы нашли момент для входа. Мы его отработали. Все отлично, с тем учетом, что мы входили на максимуме. 15 минут. Он говорил о том, что будет откатное движение, скорее всего. Не рассматривая вход на повышение. Здесь мы открылись. Еще раз. Специально на 2 минуты. То есть, мы читаем ситуацию. Не 4 минуты, как обычно. 2 минутки и все полетели. Все отлично. Так, что у нас по Евросии? Евросии, HF. Евросии, HF. Будет ли ты? Будет. Будешь ли ты? Нормально, да? Так, сбился чуть-чуть. Тоже на повышение. Евросии, HF на минутку. На повышение. Евросии, HF на 15 минут. На понижение. На понижение в перспективе. То есть, рывок на повышение у нас может произойти, но опять же, в моменте времени. Ну, давайте посмотрим. Объем там уже был на покупку. Поэтому, так, обратно сотку кину. Опять же, просто скальпирую. Просто скальпирую, ребят. Это не будет такое длинное видео, заносчивое. Здесь я так больше, знаешь, показываю, что проанализировать объемы внутри свечи, это реально. Понять, что здесь находится скопление объемов на покупку. Что здесь был объем также на покупку. А сейчас, тем учетом, что вечернее время, мои объемы на покупку находятся на усредненном уровне. Они достаточно плотны для того, чтобы взять и постараться пройти еще выше. Я не говорю о смене тренда, что сейчас будет общая смена тренда и такой вообще полет в космос какой-то. Нет, нет, мы это не рассматриваем. Мы скальпируем. В случае откатного коррекционного движения вниз, мы снова найдем объем на покупку и зайдем снова по скальпингу. То есть, вот смотри, да, откатное движение. Я его не видел, но я сказал, что я буду делать. Поэтому здесь я просто повышаю сумму. Не настолько сильно я повышаю сумму. Что-то оно мне сразу выставляет. Смотрим на объемы. Мы просто так не залетаем в рынок. Мы смотрим на объем. Вот объем появился. Здесь можно открыться на повышение. То есть, ребят, мы смотрим на всю эту ситуацию. Не с точки зрения того, что я просто использую Smokofx Helper. Это отличная штука. Просто шикарная. Я считаю, что в сфере финансовых рынков это реально полезная штука. Она показывает тебе со стороны технического анализа. Но в любом случае, стандартный технический анализ и твой собственный взгляд на рынок здесь никто не отменял. Почему я открылся сразу на повышение? Да потому что был объем. Был объем на покупку. По итогу из этой области локальной остановки вылез небольшой объем на продажу. Вот этот объем на продажу. Откатное движение вниз. По итогу коррекционное движение вверх. Я дождался появления вот этого объема. Снова по скальпингу открылся на повышение. То есть, каждое принятие решения, оно, знаешь, тут присутствует причинно-следственная связь. Не просто ты открываешься в ту же сторону, что и до этого, когда цена идет в противоположную сторону. Вот плавненько набивается объем на покупку. Здесь присутствует хорошее сопротивление со стороны покупателей. То есть, они выкупают это откатное движение вниз. Ну, как бы все в порядке. В моменте времени импульс произошел. Все хорошо. Я не открывался здесь, потому что не было повода. Здесь у меня появился повод. И я открылся на повышение. Не просто так перекрыть, и ты фигачишь там один за одним. Это все чушь собачья. Нужно понимать, когда его делать и вообще зачем его делать. А вот эта вся штука, я еще раз подчеркиваю. Это реально полезный финансовый инструмент. И доступен он уже огромному количеству людей. Четыре плюс тысячи человек. Уже вы можете его использовать. Может быть, кто-то об этом не знал. Кто там уже находится. Но есть там сразу ссылка на него, ребят. Используйте в своей торговле. Третий вход в рынок. Вряд ли мы можем так делать очень-очень долго. Но просто сейчас я включил записать видос. Честно, я просто шел забрать телефон свой мобильный с рабочего стола. Дернул мышкой. Знаешь, бывает такое, что спящий режим. Дергаешь мышкой. И включается комп. Вот у меня включился экран. И я смотрю, я понимаю, блин, можно реально сейчас пару баксов там срубить. Вот вам, пожалуйста. И заодно включил запись. Одним таким дублем все это вам на YouTube я выставлю. В общем, ребят, ставьте лайкосы, комментосы обязательно. Завтра в четверг будет победитель по комментам. Это тоже важно. Спасибо всем, кто написал. Поддержите видос лайкосом. И вот смотри, как мы грамотно рассчитали время. Реально. На повышение. Видишь? Просто идеально. И в то же время смог FX Helper нам сказал на 15 минут на перспективу, что рассматривая на понижение. Все это работает именно так. Ну а мы получаем 3 плюса. Все отлично. Я забираю телефон и иду себе спокойно читать там какие-то статейки на ночь. На связи был Дед Смокуфикс. Пацаны, всех люблю. Обнял, приподнял. Чисто по-братски. Не подумайте. Все, давайте на связи. Смокуфикс тащит. Смокуфикс тащит. Смокуфикс тащит. Эй. Е. 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 Е.